Светлинская гидроэлектростанция. Сегодня это главный источник электроэнергии горно-обогатительных комбинатов Алроса. Вырабатывают и три рабочих гидроагрегата. Все вместе они должны выдавать 100 мегаватт электроэнергии в час. Мы же работаем в балансе с каскадом Вилюйских ГЭС. То есть мы практически работаем на стоке от тех ГЭС. Вот сколько они нам воды дают, вот столько мы можем выработать электроэнергии. А это, соответственно, зависит от нагрузки вода от них, не считая паводки, судоходные попуски. Это зависит от того, какая нагрузка в энергорайоне. В апреле этого года на Светлинской ГЭС начали ремонт первого гидроагрегата. По регламенту полная разборка и выемка турбины должна проводиться каждые 12 лет. Процесс этот небыстрый и довольно сложный. Сначала пробный пуск был, потом специальные циклы из холостые обороты турбины, там еще работают холостые обороты генератора и потом включение в сеть. То есть все произошло без задержки. Я думаю, что качество оценки работы как и нашей организации, и нашей подрядной организации можно оценить как хорошее. Максимальная мощность Светлинской ГЭС – 270 мегаватт. Сегодня здесь вырабатывается 100. Но этого вполне достаточно, чтобы закрыть нужды. Поэтому один из трех гидроагрегатов могут спокойно останавливать и ремонтировать. На работе потребителей это никак не скажется. Сейчас в работе три агрегата, четвертый еще в консервации, но не приступили к монтажу. Мощность 90 мегаватт у каждого. После завершения ремонта первого здесь уже планируют начать ремонт второго гидроагрегата. Следующая полная разборка и выемка турбины на предприятие будет минимум через 10 лет. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».